здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл микрофона надежды ничанова мы говорим о том что делает нас лучше и сегодня мне хочется поговорить о солнечном витамине d что это такое этот тренд или это необходимость по этому случаю у нас в студии гость врач превентивной медицины доктор нутрициолог врач-хирург алексей галаков доброе утро алексей доброе утро всем давайте про витамин про витамин d сегодня тоже повсеместно эта информация это все звучит и насколько это правильно как правильно его принимать нужно ли или достаточно вот лето да сейчас завершается достаточно ли было лето тех солнечных дней которые были чтобы восполнить то что нам необходимо недостаточно вообще потому что те лета которые сейчас стали наступать они очень короткие по солнечному я буду излучению инсоляция солнечная очень слабая и вообще то что сейчас об этом говорят и говорят правильно потому что дыма без огня не бывает началось все с того что врачи стали бить тревогу потому что мы сталкиваемся с проявлениями недостаточности витамина это слабость костной ткани вы знаете что вот врачи остеопаты вот я занимаюсь остеопатией вижу что косточки стали все говорят в нашем таком узком кругу секрет что тела стали более хрупкими ну так в кавычках да вот то есть раньше тела вот допустим лет 50 60 70 назад вот мы тела крепки сейчас вот совершенно другая крепость и самое главное что все знают что витамин d вот крайняя степень да это рахит прохит все слышали уже может быть не видели потому что многие это было давно когда-то вот да давно где-то и кажется что мы уже победили всего этого нет ничего подобного рахит возвращается только он возвращается в других формах это нарушение обмена кальция и хрящевой ткани костной хрящевой ткани в организме вот но нарушение обмена кальция конечно витамин d поступает к нам не только с солнцем он поступает из пищи там есть d2 d3 вот эрго кальциферол он из пищи приходит d2 до 3 из каких продуктов пища может прийти пища в основном то что уже набрало солнце это витамин d рыба предложим набирает в печени печень трески предположим да вот в основу вот туда то есть то где уже было запасено и в коже вначале вырабатывается провитамин d потом витамин d ну что это очень такой очень серьезный такой синтез витамина d в организме и все окладывается у нас также в печени но еще подключаются и почки печень почки работают совместно но нужен еще кальций в организме чтобы вот как раз он пошел в кость и пошел в хрящ потому что витамин d отвечает прежде всего за кожу ой извините за за кость и за хрящ и потом уже на третьем месте кожа по коже тоже можно судить потому что коллаген он и в коже тоже мы знаем что у нас кожа это коллаген и эластин у белки и вот какое какие симптомы у детей знаете маленьких до грудничков еще на теме на темечке или на затылке образуется что лысинка волосинки волосики начинают редеть потом лысинка такая это явно нехватка витамина d ножки таким колесиком иногда бывает такой прямо да но скажу так что даже и в новороссийске даже и в геленджике даже и в сочи сдавали этот анализ но уже есть анализ такой 25 25 точно сейчас вам скажу 25 ваш d3 вот 25 ваш ну принципе лаборатории все знают им только скажет именно они вам примут этот анализ кровь на этот анализ и вот это как раз транспортная форма и и и ловят в крови в виде этого анализа но она отражает вот этот метаболизм витамина d то есть его много еще раз до поступает из пищи и вырабатывается но и так уж если точно говорить то конечно мы должны анализ на d витамин сдавать два раза в год минимум чтобы не заподозрить у себя его дефицит и еще помните что есть такое понятие как референсное значение в нашей в привитивной медицине в биохакинге который мы говорили да там и цена это медицина будущего она референсное значение все повысила раза в три в четыре потому что то что мы там видите как пишут умножать это все на на минимум в три раза вот тогда у вас то есть пишут допустим 30 и там пишет ну 30 это норма то вот вот 90 вот 90 это минимум должно быть вот такой показатель то есть по современным условиям по современным условиям потому что проблемы с ним большие ну солнце есть да но если человек в одежде то это мимо этом все мимо да потому что советском союзе кто все кто понят были такие солнечные ванны то есть детки прямо в садиках они выходили в трусиках ложились кроватки даже ему носили и не прямо вот так вот чуть-чуть там и их переворачивали чтобы солнце вот все все тело вот книжеке тоже самая проблема люди ходят в одежде ну да солнце есть но одежда не пропускает все ну и потом разные лучи конечно самые лучшие то ранние лучи это вот не тот зенит когда там после уже десяти уже солнце опасно то ранние лучи однозначно но и питание сейчас тоже оставляет желать лучшего потому что очень много искусственной рыбы ну вы знаете да искусственно выращены она тоже не успевает накапливать что не в дикой природе вот обращать внимание раздражительность ломкость ногтей волос сухость кожных покровов кожи становится менее эластичной чаще приходится прибегать к кремам косметологическим процедурам женщин что еще зубы сама посещение стоматолога на то есть вот эти вот моменты учащаются стул кишечник как ни странно тоже за по склонность к запорам но или news бывает или запорам или по носам так вот этот это может быть тоже обмен д витамина чаще всего к запорам конечно вот и ну то есть это весь иммунитет да вот что хотел сказать иммунитет витамин d это наша иммунная система вот не только к кость это все вот еще с кожи это уровень счастья в организме ну что это витамин солнце так и его называют и это как будто как солнечная энергия вот вот она же запаковывается во что-то у нас в организме и вот как раз это носители витамины минералы нанесите а витамин d на первом месте стоит ну что витамин солнце конкретный бодрость активность бодрость активность дела вот поэтому его принимают уже искусственно в капельках таблеточках сейчас выпускают был очень хороший вегантол германский но что-то не знаю закончились сертификаты действия и что-то его сейчас не видно в аптеках ну перите как говорится какие есть дозы только надо консультироваться уже с этими со специалистами потому что в каждом случае вот дозы дозы при дефицитах должны быть адекватными чтобы покрыть этот дефицит то есть сначала сдать анализ анализ она так аптеках продаются вот эти вот а коды 3 там что там еще какие-то вот d3 max вот ну разно есть что из чего выбрать но конечно тут всегда цена цена и качество то есть сами понимаете вот разные производители не могу ничего сказать про производства производителей потому что клинического эффекта очень мало сейчас набрано единственное что мы знаем что если мы не устраняем дефицит то проблемы вот со всеми выше предчисленными органами а тогда люди расходятся по разным кабинетам в поликлиниках и начинают лечить там или суставы там или зубы и так далее и никто не подумает что согласна на что совсем другом и гораздо более глубоко мы относим витамин d наша школа вот внутри циологии как маркерам то есть у нас маркеры d b12 обязательно гликированный гемоглобин ферритин железо вот c реактивный белок показать хронического воспаления да и хроническое системное воспаление оно в организме при десадке витамина d оно увеличивается вот а тогда человек становится ригидным вялым плохо соображает раздражительным год принимать круглый год вот это да и летом и независимо от надежда вы знаете все витамины это вот этот миф который он сейчас я думаю буквально лет пять и и и уйдет в небытие вот говорили раньше что курс витаминов то есть это временная какая-то история тогда должны дышать курсами ну подышал потом не дышишь мы же так не делаем это это постоянно вся проблема в том что почему-то так считалось что ну попейте витамины там ну знаете да педиатры ну ну когда вы все обследовали ну попейте витамины курсами нет это должно поступать каждый день в том то и дело поэтому такая тактика привела к тому что у современных людей вообще в мире россияна особенно огромное количество дефицитов накоплено во всем 2-3 месяцев приема адекватные дозировки ну вообще ну так надо рассчитывать где-то вот я имею что мы мы замечаем что через два-три месяца а так то это минимум то полгода надо повышать это же не быстрый очень процесс но нельзя сразу шарахнуть огромную дозу то чтобы не вызвать токсический эффект тоже до нужно так но в идеале это вот медленные спокойные насыщающие дозы но постоянно и опять же наша вся школа биохакинга нутрициологии говорит о том что только движение должно быть адекватное движение у человека должен быть спрос в организме на на витаминами не равно в частности на витамин d спрос а спрос рождает когда мышцы начинают двигаться они через ухожили косточкам прикрепляются не тянут косточку как бы и косточка говорит так я должна быть крепкая тогда начинает на активно усваивать это очень важно вот это про это почему-то тоже забывают но это очень важно при активном движении тогда он метаболизируется очень хорошо усваивается потому что ведь вещество должно не просто поступить надежда понимаете да а еще и усвоится на вот какой момент поступать это ладно должно усвояться усваиваться и запаковываться опять же свои склады и запасы у нас они в печени в почках ну то есть вот в основном запасы там витаминов хранятся вот так а еще про искусственное солнце если поговорить про солярий ну да ну нет тут конечно но вообще солярий дает загар это факт красоту там все прочее в принципе кто ходил солярий да считаю чувствует себя что тонус стал лучше просто том что будет ли там вырабатываться витамин d исследованы не исследованы спорный вопрос потому что солнце есть спектр лучей там а б лучи и так далее но вообще как поддержание поддержание ну солярий допустим потому что еще раз говорю я вот все-таки про солярий видите пишут очень много и полезно и много и вредного но мое мнение скажу так что вы если вы следите за своим витамином d уровне если вы нормально отдыхаете если вы загораете то есть но солнце все но есть его нужно ловить вот ловить я даже вам пример такой приведу что я сам ловил солнце живя на вятке знаете как меня был деревянный дом и и окна выходили на солнечную сторону там на кабинет я открывала окно вставал далеко к стене где вот этот солнце и там просто раздевался до плавок и стоял значит ловил торсом всеми частями какие можно ловил солнце вот зимой когда было там на улице минус 20 минус 30 допустим что это солнце его ничего не ничем его не заменить но поддерживать солярием тонус так я бы так сказал что в принципе это возможно допустимо иногда да да так не перебарщить ни в коем случае не перебарщивать да то есть но все есть доза все есть доза вот и всегда старайтесь а уж тем более летом но сам бог велел как говорится товарищи ловите солнце на природу надо выезжать надо именно это делать не не жарится солнцезащитная крема кстати вот солнцезащитная косметика здесь против этого всего дела да потому что ну что такое ну вообще вот и смотрите вот физиология как вода нужно поймать ранее солнце до 10 утра желательно на всем телом а дальше нужно одеться и солнце уже не ловить потому что солнце уже становится активным там другой спектр лучей и иммунитет вот что мы наблюдаем гляжики люди приходят на пляж только к 10 и к 11 и там лежат до 4 часов до 5 вечера конечно это не сгорают кишечное расстройство очень много потому что иммунитет садится давится но солнце радиация вот поэтому только ранние лучи крема мы противники потому что тогда человек думает что он защищен что он прочитал там описание инструкцию прочитал что или начинает лежать на солнце ничего подобного иммунитет точно так же а потом головная боль потом тошнота рвота неустойчивый стул снижает потом иммунитета может снизиться потом где-то инфекцию с этим из 2-3 недели произойдет это какое-то не они никуда тем более сейчас сейчас весь мир задумался о профилактике как и вот простые истины вот они я читала даже исследование что в странах где много солнца да какие-то курортные страны там тоже нехватка витамина д д нас не хватает в новороссийске в сочи в геленджике вроде как-то там уж потому что не тот не тот угол падения солнечных лучей даже чем ближе к экватору тем более правильный считается вот там нет нет в турции уже нету дефицита витамина d у нас есть вот так вот еще один вопрос напоследок где-то я читала но много раз слышал что витамин d называют гормоном или про гормоны а это вот очень часто потому что и половые гормоны и холестерин это все одного поля ягоды поэтому кетостероиды вот 17 окси кетостероиды но кс так называемая в общем когда мы сдаем анализы еще желательно чтобы это был не просто метод ифа а масс спектрометрический метод который точно выделяет уже витамин d потому что иначе может показать все всю массу и гормонов тоже в том числе вот и холестерин может сюда в эту как бы попасть поэтому мы и говорим что небо не обращайтесь этими данными ну вот которые в лаборатории вы увидите вам анализ дадут какой-то считайте просто что у вас по витамину d но если вы не загораете день через день на как мы сказали тогда у вас точный дефицит да ну ну что делать вот мы исходим из того что начальное состояние то есть не надо себя как бы завышать вот в плане здоровья да она у всех сейчас на таком не очень высоком уровне я напомню что у нас в студии был врач-хирург доктор превентивной медицины алексея галаков мы сегодня говорили о солнечном витамине придерживайтесь правильной диеты чаще бывайте на солнце ну в общем то простые правила вот всем счастья здоровья удачи и побольше солнца вашей жизни всего доброго до свидания имеется противопоказания проконсультируйтесь у специалиста здравый смысл здравый смысл